Сегодня, точнее Сергей Паскана, которому будет сегодня помогать, Никита Зарьянов. Вот а пока-пока, достаточно неплохо начали сразу. Сиэтл, слушай, Сиэтл, он лучший в том, чтобы проигрывать. Как бы знаешь, каждая команда, она хороша по-своему. Кто-то, кто-то, нам удалось сегодня поспать? Да, 4 часа. 4 часа, не так уж плохо на самом деле. Но можно и побольше, конечно. Хорошо поставленной командной защитой. Но команде, мне кажется, немного не хватает, так сказать, наконечника. Наконечника в атаке, который претендентами на чемпионство назвать. У них с Ростером все в порядке. Да, конечно, не всегда у них народ собирается. И при 15 сыгранных матчах у них 13. На моей памяти такого не было. И кажется, что это вообще самая результативная игра для Оклахомы за всю историю. Возможно, они разве что... И второй, второй блок от Пасханова за минуту буквально. По танцам, по 25 номерам парень куда-то пропал, который стабильно в проходах набирал. Не тот, как Ховцова. Получение... Нет, не получилось пока у него треха. Паш, ты сегодня будешь присутствовать в кампусе? Ты где? Ты как вообще? Комментируешь сегодня? Сможете там убязать? Скидка могла бы пройти сейчас на 25-го, на Ананева Дэна. И Кузнецов... Забивая два очка достаточно. Я ничего не понял, Пап, честно. Что-то я написал. Ну, просто звучит интересно. Дальше забеганить. Будет ли скидка? Да, нет. Решил сам сейчас пройти, Ананев Дэн. И снова Зарьянов. Никита пошел, пошел на Евростепе. Ну, не сверху, но за это главное. Удается Оклахоме. Стэм быстро подрывом навязывает сейчас Мичигану. Убирает на ложном занаке сейчас Кузнецов. И если в очередной раз, то перелетает. Сильный мяч извиняется перед партнерами. Подбора не было. И поэтому, судя по всему, Кузнецов смутился. И не хотел он сейчас так сразу выбрасывать. Комиссает, Ананев, Соло решит. Но Кузнецовы скидывает на трех. И не решается бросать. Не уверен, судя по всему, в максимальном броске. О, отличное забегание. Хороший кат сейчас. И не прошел, не прошел. Сейчас быстро в трюк. Мичиганов пока хватает сил на то, чтобы возвращаться. Не смотря на то, что они пока пятером. И более того, им хотим реализовать. Такие мячи я называю, как забрать с полки пирожок. Русия! Втрешка есть. По своему броске. Там зоны, скорее всего, будет. А, даже так. Но оленя, они не самая бросающая команда, поэтому вполне возможно. И стрячка сразу. И Кузнецов. И неуданно мяч не удалось ему зафиксировать. Там уже Пасканный отработал. Русия, какой же он резкий. Навес Назарьянова. Прошел, прошел вот этот навес. Русия. Ой, прямо в ногу ударился. Обидно очень сейчас. И Русия. Ну что, три? Третья? Третья! Третья трех. И находит сейчас свою комфортную зону комфорта, можно сказать. Кисен. Проход вправо. О, вот это... Вот это шлепо. И Калахома уже набрала четвертый фолк. Как понимаю, это установка какая-то, как бы, потерна даже защику сейчас. Двадцать третий номер. Это Иванов Дэн. Видимо, комбинацию заказал. И прошла она, я как могу заметить, заводцовить. Пока 3.30 остается до конца. Первой половиной по-прежнему достаточно близкий равный счет. Есть возможность у Мичигана зацепиться. И навес Назарьянова. Не удалось сейчас мяч закрутить. Повыше чуть-чуть бы взял. Мяч, кажется, вновь у Балакина ударяется. Шиковцов. Опять навес на Русева. А, включает, включает. Сейчас Балакина не хватило уже. И первый раз так уже Аклахома. Не забивает из-под кольца в простейших ситуациях. А Кузнец? Ну, так или иначе, Кузнецов с моей первой штрафной мажет сейчас пока. И 10 очков сохраняется дистанция. Кстати, надо в перерыве посмотреть будет, что Пуфалак, Овцов. Дальше Русев, Назарьянова дальше. И через руку Бот завелась наконец-то сейчас машина. И в итоге мяч Фасканный зацепился. И до конца они будут все-таки владеть мячом, судя по всему. Зарьянов. Треха под занавес будет? Будет! И 80... Вот это... Не, это реально такие тяжелые. Здравствуйте всем, мы снова в эфире. Здесь интересный достаточно матч. Матч, меня какую-то карусель тут разгоняют. Я пытался достаточно сложно сейчас закрутить. 23-й номер мяч. Быстрый отрыв. И Зарьянов на открытый. Попадание будет? Да! Так вот, продолжая мысль по поводу индивидуальной статистики. Русев Константин. Вообще не мажет этот мужчина сегодня. У него 13 очков. Два из... Очень равномерно у них распределяются персональные замечания. А, сейчас он спалил? А кто сейчас спалил? Да, сейчас спалил. Ну, так или иначе, владение остается за ними. Шаховцов постеснялся бросать. Решил и Комиссарова доверить ему. Я думал, сверху сейчас Зарьяна поставить. Но решили в плане того, что все примерно одного роста. И что очень хорошо при разменах, когда качество защиты не сменяется. И, по сути, так тяжело достаточно мяч отлетел. Вот. И второй, кто достаточно хорош сегодня в нападении у Мичигана. И два плюс один. Два плюс один. Находится, но, так или иначе, сохраняется, сохраняется шанс для Мичигана. Сейчас еще вернулся в игру. Вот. И у Заводцова сейчас 13 очков. Шесть. Заводцова прямо в руки. Кузнецова мяч выбивает. И нет. Нет, 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 нет. Все-таки эта передача прошла. Стремительный Зарьянов на Шиховцова. Казалось бы, что... Дэн Анонев Пиккин Ролл играет. Хотел бы сказать Зарьянова, но это Макс Кузнецов. По своей манере игры они чем-то даже похожи. Только и не прошло. Сейчас Зарьянов. Дальше на Русева. Мистер 100%. Русев Константин. Растянуть сейчас защиту Мичигана. Правда, и было бы логично в этой ситуации попробовать пойти внутрь. Учитывая, насколько широко встали. Не мажет, не мажет. И в Дэн Анонево... Есть вариант, что Мичиган сможет затащить игру Клач. Кузнецов. Забегание Заводцова под Зарьянова. Умница, умница. Заводцов. И два из получения... Нет, не удалось. Не удается. Передача. И на равный счет есть возможность. Выловил, выловил. Все-таки мачи. И 48-48. Камбэк. Камбэк. Прямо с утра у нас такие достаточно интересные игры, пробуждающие по сознанию. Отрезляющие, я бы сказал, даже. И 12 секунд остается. Кузнецов и Матвей Кисин на лидерство попадает. Стартовала у нас четвертая четверть. И есть возможность, что тут может нарисоваться клатч. Очень равная сейчас игра. Посмотрим. Он немного не добросил. Он мяч. Что, его чуть по более высокой дуге. Сейчас шарик отправить. Зер. Дальше на Шиковцова. Ну что, попадет наконец? О, и Шиковцов, я смотрю, в защите резко включился. На него очень эмоционально повлияло вот это попадание его трехочковое. Их очень хотят поддавить прямо-таки сейчас. Но, но, но. Эйра. Тот дальше перекатывает мяч на Зарьянова. Будет пулять Зарьянов? Нет, тот и раскидывает. Я, как понимаю, сама по себе уже оклафома. Ой, 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 от забора. Нет, 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 не так. Резвые бегут. Нет, сейчас перестали у них быстро отрывы сейчас проходить. Зарьянов. Ой, ой, ой. Зато у него рука не дрожит сейчас. Да, наказать, но Балакин и плюс к всему на подборе. Подбором нападений сейчас наказали. Балакин проходит, но можно наказать, но Балакин и плюс к всему на подборе. Подбором нападений сейчас наказали. Балакин проходит, но можно было на Зарьянова попробовать. Нужно что-то придумать сейчас Мичигану и нужно ему делать это прямо сейчас. Балакин, Зарьянов цепляет, и 2 плюс 1 взялся. Итак, посмотрим, что сейчас, треугольное нападение, стали крутить, вертеть, пытаются сделать забегание, Кузнецов. Первая трешка, отлично важная, и теоретически шанс еще есть у Мичигана зацепиться за игру. Сократил он сейчас до 11 очков, Руси, опять очередной, но вот это вот. В принципе, я думаю, для него это особого труда не составит. Ой, отличный кат сейчас, проникающая передача на 25-го, это она, не в Дэн, забивает. Очень здорово сейчас бегут, очень здорово сейчас бегут, и пользуются тем, что и сама Оклахова, плюс ко всему устала. Ну что, 2 из 2, Кузнецов, 2 из 2, Макс Кузнецов. Заводцов, и так, 8 минуты, 15, нужно забивать, сейчас срочно открыто, и вот есть треха. Попадайте, 3, трехи подряд, быстрее бежать, ребята. Вот там, Кузнецов, дальше быстро отрыв, 3 очка, 3 очка ран, палить, валить нужно, палить нужно сейчас. И палить, палить. Буквально на минуту, наверное, взяли бы они тайм-аут, и приостановили бы этот порыв Оклахова, и... И пресекли бы этот... Три нужно! На Кузнецова, что, три подряд? Три подряд! И две секунды до... Закончили играть на этом, пресс бросили играть, обидно очень.